Новая выставка в СМЗ будет посвящена 100-летию русского исхода, массовой эвакуации частей Белой Армии и сочувствующего им населения в ноябре 1920 года. Экспонаты для нее музейщики собирали в течение пяти лет, и сейчас в фондах в СМЗ хранится более 500 артефактов той эпохи. Виктор Москвин высоко оценил идею экспозиции. По его мнению, она поможет устранить противоречия в отношении к этому периоду русской истории. Музей, он ведь как раз говорит о многих выдающихся людях, уроженцев Владимирской земли, уроженцев России, которые оказались в эмиграции, но которые любили Россию, которые жили для России. Один из крупнейших разделов выставки будет посвящен писателю Ивану Шмелеву. В начале 20 века он в течение восьми лет жил во Владимире, а в 1922 году, подобно многим соотечественникам, эмигрировал за рубеж. В фондах в СМЗ хранятся уникальные артефакты, связанные со Шмелевым. Три Евангелия, одно из которых принадлежало святейшему патриарху Тихону, и письменный стол из Парижского кабинета литератора. Но временной выставкой о русской эмиграции в СМЗ не ограничится. В планах руководства создание целого музея русского зарубежья. Конечно, очень логично и очень правильно было бы сделать этот музей в главном доме, который традиционно называют дворцом, восстановленный усадьбой Муромцева. Потому что ее хозяин в полной мере разделил судьбу русской эмиграции. Работа над концепцией и художественным оформлением новой выставки уже завершена. Провести ее планируется в палатах. Открытие экспозиции «Пыль чужих дорог» намечено на 15 октября. Анна Киселева, Телеканал «Вариант».